давайте теперь поговорим о следующей заповеди возьми крест свой как понимать эту заповедь спасителя о взятии на себя креста знаешь я как бы чуть-чуть сторону но на ту же тему совсем недавно раздумался грешный человек я что вот молить и молюсь перекрестился потом остановиться думаю что-то у меня фривольно это меня получилось что это христос на крест пошел и меня зовет взять крест супы крест накладывали или себя на кресту слагаю а в принципе это одно и то же вот вы про сан крестимся нам легче это заповедь прочувствовать крест на накладку на себя а я скажу себя кладем на крест вот это помнить с распинаться потому что вот отвернуть себя если это же не просто так вот я раздумался все понял начал по-другому жить ну где же привычки то не глубже их так просто вот ведь они прекращать быть а то что раздумался вот да предположим я решил вот явно вот что-то воровал теперь я не воруй вот я вижу то я изменился а вот не осуждать не раздражаться не хранить обид это правил конечно все понятно хочу не понятно все понятно а как я это осуществляю я даже не заметно для себя заднем чтобы включать а батюшки я судил ой у меня обиду вот хранится не надо мне я его плевать она сидит во мне я его киды вырываю в сторону а она там все равно мне я вижу человека себя начинаю настраивать правильно вот он этот человек я его должен любить и есть за что любить вот за что вот зашу а его нехорошки из которых мне обиды а у меня сколько у себя рассуждение и вроде себя убедил не так легко и просто сразу заколушить затушить то вот эта обиду поэтому эта борьба внутренние постоянно борьба на постоянное напряжение расслабляться нельзя а это трудно страдание невидимые внутренние и видимые внешние поэтому отвергаясь себя мы сам процесс отвержения себя исследовать за христом это непрестанная борьба так как мы у нас есть такое явление в человеке современном как удобно приклонность к греху нам естественное стало противоестественно противоестественно стало естественнее нам греши стала как дышать не думаю а добрый сделать но заставлять дыши не сразу и не всегда поэтому вот это разрыв это борьба и напряжение и внутренний скорбь а то что хочу тебя знаю я хочу и сердце знаю что меня просит и как совесть крикин кричит не дать мне покоя все понимаю все но привычки ломают и поставить в рабство увидите рабом прочувствую вот ярмор рабство безволи своей перед грехом бороться с этим рабу легко свободу вырваться тяжело вспомнил оставить спартака в школе учили это труд это с распятие это мука и это как по словам святых отцов это мука нисколько не слабше и и чему мученство внешне и это подражание с распятию христа ведь мы знаем главных мукой был не физическое спасителя она в душе у нее было кланы мука его человеческой душе и поэтому когда мы вот так вот себя ломаем когда мы боремся когда мы стремимся к тому чтобы по образу подобию себе божий создать даже учимся не мешать господа спасать борьба мука крест страдания именно крест страдания поэтому я вот это вижу здесь без этого не получается не получится без этого не переводится со сборами войти нужно изменить себя нужно переломать себя у нас руки ноги ломаны грехом срослись неправильно мы не можем ни ходить не действовать там лучше отломать заново и сращивать правильно но это же больно это мука это крест еще под крестом святые отцы понимают какие-то скорби трудности которые господь попускает на нас для того чтобы спасти нас вот если говорить о кресте вот как о скорби спасительный вот исходя из вашего священнического опыта вы много со многими людьми общались какие господь дает людям кресты и все-таки я скажу эти слова сначала вступление бывает ли так что бог сам входит в жизнь как на человека датом скорбь до бывает как исключение а как правило мы вот этим стереотипами груженые часто клевещим на творца говорим вот бог мне послал скобь нет в 90 случаях из ласта не бог послал это я ее создал себе без скорби я умею любить только себя и к своим семейным жене к детям отношусь как к средствам для моих великих без всякого сомнения целей для их у благо же направляемых но я не понимать это не важно но только в семье не строение детьми согласие вот бог такие детей там нет это я любяток себя а по-настоящему не их эту ситуацию создал это не бог послал болезнь вот у меня болезнь физическая болезнь телесная что у меня болит плоть тело почему а потому что плотью много грехов творил первый разврат плоти второй лень плоти любление покой всякие третье простите грубо форм скажу обжорка от тонкого гурманичества тупого обжорства результат я насиловал свою плоть я издевал свою плоть и изуродовую и поэтому она теперь болеет меня я говорю и любая вот был дал мне болезнь не бог сам нашел что сеял то и жену поэтому бывает государь посылать скоби да и старт 100 случаях одно и вас 9 мы все находим поэтому да бог посылает это исключительные факты все-таки это я думает важно проговорить тоже мы часто очень себя оправдываем любя себя не лицемерно с дрожью мы всем горю вот вот я сколько господь послал для блага конечно на эту он послал нет это я себе сам на ляп а бог эту мою скорбь стремится во благо мне направить мое зло мне же к благу все-таки под доминирует вот это а как сам бог это исключительные случаи исключительные пример и уж много страдали на библии точно и по библии не за грехи было ему такие ужасные испытания помним да и нищета и гибель всех его детей непонимание жены непонимаем друзей это внутренне страшное одиночество не за грехи вот такие скорби большие и небольшие господь посылать чаще в каких случаях в двух случаях качек очень больно высокая большую сатистой духовный тот и ух чтобы еще более очистить как золото в огне и примером другим озарил вот ведь мы сейчас упомянули сколько веков жил помним пример сильный для нас или такие сучка человек тяжелый тяжелый зависим грехов попал но мне вместе какая-то искать и боже но в детстве воспитывали чуть и вот чтобы отрезвить возвать к спасению попал даже последний шанс дать ему вот этих случаях нет и опять то есть это крайние формы это исключение справила в правиле мы сами себе скорби находим это мы себе отравляем жизнь а заодно параллельно и многим-многим вокруг нас и первым те первых тем кому были что мы их любим якобы а бог когда посылает буду двух случаев вот как говорил когда чак чтобы на высоте стоящий еще больше преобразился духовно и пример другим явил или какой-то оказался тяжелый погибель в состоянии там есть здесь крышок в нем духовный есть надежность просили тогда господь как хирург крайнюю форму берете опухоль вырезать ножом ножом режет каленым ножом больно но спасает от погибели да так бывает как тогда отличить скорбь которая за наши грехи от той скорби который господь посыл для нашего преуспеяния если ты поймешь что это это скорбь за грехи то надо покаяться исправиться и тогда скорбь отойдет а если понимать что это скорбь которая который не надо себя скидывать как крест то тогда и принять и идти с ней до конца жизни неважно какая скорбь вот неважно какая вот бог посланной болезни или следствием облуда например как я пример приводит вывод во-первых терпеть благодарность без робот в любом в том-другом варианте а в чем покаять а хорошая тема увидеть как бог подсказки мкается а без подсказки нельзя катиться тоже можно вот мы у нас разговор а с чем читать евангелие а это не подсказка без скорбей вот читаю и умом и сердцем и сравни с собой в чем я такой-то я хочу евангелие скажу в чем я такой ни в чем во всем не такой а строчка призыв к покаянию каждый . покаянию вот мы сейчас отвергнуть себя я отверг сто процентов себе нет я пустою взял крест свой без роб нет я думаю для того кто стремится по божьему жить поводу для покаяния не сколько только а все каждый каждый день и не скорби тоже ну вот смотри длина внученочка маленького лучик у меня маленько лишь какая хорошенька вчера пришла я стал пара все спят она подлезла ко мне сел с бочку и сидит не дышит все спят мы дойдем два старенькой до маленький я бы доченька ты часа на моих хочешь посетить да и голову позу не на плечо и и вот так два сидели как кушонка хорошо хорошо это скорбь была у меня нет мне было приятно очень раз он очень ко мне пришла а это не повод для покаяния явно она сидела а я придумал господи ведь я когда такой же будут искренне непосредственно во что я сейчас превратила нет нет просто ты как у нее она просто без кокетства сказал да и просто хорошо девушка а я не могу просто говорить я вот скажу как подумают какой бы все началось поехала не скорбь же была радость она не позвала к покаянию позвала мне кажется у православного христианина не скорбь а скорбь и радость жизни смерть находкой потери брак и потери сольской половины рождение детей и отсутствие их богатство и бедность здоровье болеть через повод для покаяния